Летят утки, а также селезни, тетеревы, вальчныпы и гуси. Сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь открылся. Машины с трудом прошли по бездорожью, но бывалые охотники без добычи не остались. Погода позволила, сформировались достаточно обильные снежницы, то есть скопление павловских вод на грееве и местности в этих южных районах. Гуси с Саратова пришел, хотя это уже не основная часть пролета, но тем не менее настоящие охотники поохотиться смогли. Самарский регион – это граница лесной и лесостепной зон, пока в одной части вовсю тает снег, в другой еще лежат сугробы, что осложняет охоту. В этом году областной департамент охоты и рыболовства выступил с инициативой добавить еще один охотничий период весной. Сейчас предложения рассматривают в Федеральном министерстве природы. В этом году разрешение поохотиться на диких птиц получили больше 10 тысяч человек. За охотниками следят вместе с Росгвардией, на земле и с воздуха. В прошлом году поймали почти 700 нарушителей без разрешения на охоту или оружие. В 2016 году нарушений было скрыто меньше, поскольку охотники у нас все-таки народ дисциплинирует из года в год и предпочитает взять разрешение на охоту, чем попадаться и получать за это протокол. Незаконная добыча охоты с нарушениями карается штрафом от 500 до 4000 рублей. Следующий сезон откроется 1 июня. Под прицелом будет самый желанный для самарцев трофей – кабан. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События.